Более тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали с 2014 года. На это ушло более трех миллиардов рублей. Кроме того, преобразился каждый шестой дом из 6 318. Именно столько объектов включено в программу фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса. Размер взноса на капремонт в регионе не более 6 рублей за квадратный метр, что в пять раз ниже значения, которое требуется для финансовой устойчивости фонда. Именно поэтому сейчас фиксируется значительный дефицит средств. Причина этого долга несколько, ну четыре основные причины. Низкая платежная дисциплина собственников, выполнение в 2014-2016 годах комплексного капитального ремонта без учета собираемости, увеличение количества домов, переходящих на специальные счета и отсутствие софинансирования реализации программы из регионального и местного бюджета. По итогу растет задолженность перед подрядчиками, которые выполняют ремонт жилищного фонда. На 1 сентября текущего года она составляет более 383 миллионов рублей. Если на следующий год мы никаких мер не примем, то выполнить программу 2021 года, установленную, мы сможем только на 30%. 700 миллионов рублей необходимо, чтобы покрыть кассовый разрыв и выполнить запланированный объем капитального ремонта. Напомним, ранее парламентария уже выделили в пользу фонда 3 миллиона. Это позволило активировать работу с должниками и с помощью судебных приставов привлечь около 60 миллионов рублей от неплательщиков. Однако депутаты эту работу оценивают как недостаточно эффективную. Только по причине истечения сроков исковой давности фонд потерял около 300 миллионов рублей. Я всегда за то, чтобы сначала отладить систему, а потом туда вливать деньги. В данный момент у вас неэффективная система внутри фонда. Можно сейчас просить деньги, да. А в этих деньгах мы говорим, если я не уверен в том, что эти деньги правильно посчитываются. Без господдержки программа капремонта подвергается серьезному риску. Опыт соседних регионов предусматривается софинансирование программы. Теперь деятельность фонда будет контролировать попечительский совет с участием депутатов профильного комитета законодательного собрания. Дать фонду модернизации не всю сумму, которая необходима, а одну треть. И проконтролировать в 2021 году, как они будут использовать эти деньги. Пойдет ли это на пользу, пойдет ли это на оздоровление финансовой ситуации. И самое главное, смогут ли наши избиратели, жители нашей области получать качественную коммунальную услугу. Марина Тимофеева, репортер 73.